Уважаемые коллеги, господа молодые ученые, студенты, и сегодняшняя моя лекция посвящена использованию рентгеновских лазеров для изучения структуры биообъектов. Эта лекция в рамках второй школы молодых ученых по генетике и эпигенетике, механизмы структуры функции, которая проходит на биологическом факультете МГУ. И поддержана грантом Российского научного фонда. Цель моей лекции не состоит в том, чтобы научить вас чему-то полезному или нагрузить некоторыми конкретными знаниями. Это решается совершенно другими способами. Я надеюсь, что когда-то по рентгеновским лазерам и их использованию для изучения структуры биообъектов будут спецкурсы. Но моя цель заключается в том, чтобы заинтересовать вас этой проблемой. Я буду счастлив, если кто-нибудь из молодых людей, которые присутствуют на этой лекции, и посвятит этой проблеме свою научную жизнь. Как хорошо известно, в настоящее время мы знаем о существовании порядка 6 миллионов белковых последовательностей. И только около 150 тысяч из этих последовательностей мы знаем, как устроены в пространстве. То есть, какую они имеют пространственную структуру, как взаимно расположены атомы друг относительно друга в этих объектах. Знание пространственной структуры чрезвычайно важно для современной биологии и ее приложений, потому что все способы, связанные с управлением, с воздействием на биологические объекты, современные способы, так или иначе требуют знания молекулярной и атомной структуры. Вообще говоря, даже есть такая амбициозная цель, которая ставится в современной структурной биологии, это чтобы знать пространственные структуры всех белковых последовательностей. То же самое касается не только строения индивидуальных молекул белков, также белковых комплексов, не только белковых комплексов, а вообще говоря, пространственного строения, молекулярного строения всех биополимеров. Огромную роль в изучении пространственной структуры биологических объектов сыграл рентгеноструктурный анализ. Большая часть из 150 тысяч существующих структур была определена с использованием метода френтгеноструктурного анализа. И я позволю себе немножко коснуться истории этого метода, тем более, что эта история очень интересная, она связана с очень яркими людьми. И всегда, когда занимаешься какой-то областью науки, очень важно чувствовать вот этот культурный слой, в котором ты находишься, тот культурный слой, в котором работали твои предшественники и люди, которые добились здесь выдающихся успехов. Это тем более уместно сейчас, потому что буквально через несколько дней исполняется 125 лет с того момента, как Вильгельм Конрад Рентген в пятницу вечером 8 ноября остался один в лаборатории и обратил внимание на непонятную флуоресценцию тетраоцианоплатината бария при включении тока в разрядной трубке, которая была закрыта темным картоном. Это было совершенно по тем временам удивительная вещь. Так были открыты рентгеновские лучи. И в 1901 году первая Нобелевская премия по физике, это была самая первая Нобелевская премия, была присуждена рентгену. Всегда интересно знать, что были за люди. И вот рентген характеризует, так сказать, его черты характера характеризуют несколько таких интересных фактов из его жизни. Рентген не поехал на вручение Нобелевской премии. Вот так это случилось. А получил ее по почте. Он отказался ехать. Рентген отказался патентовать свое открытие, считая, что оно является достоянием человечества. Впоследствии рентген откликнулся на призыв правительства своей страны, когда началась Первая мировая война, и пожертвовал все свои сбережения, включая эту самую Нобелевскую премию на нужды государства. Следующим важной вехой в развитии рентгеноструктурного анализа было открытие Макса фон Лауа дифракции рентгеновских лучей. Интересная история. Это было в 1912 году. Макс фон Лауа сообразил, что атомы в кристалле могут выполнять роль дифракционной решетки. И он предсказал дифракцию, а экспериментальные работы проводили два его студента. И вот, собственно говоря, вот так произошло открытие дифракции. Увидели на фото пластинке пятна. Вот здесь приведена картинка дифракции на кристалле берила. Берила, если хороший зеленый камешек, то он называется изумрудом. И вот за это открытие фон Лауа тоже получил Нобелевскую премию за 1914 год. Именно за 1914 год, а не в 1914 году, потому что, как известно, в 1914 году началась Первая мировая война, и церемония вручения не была проведена. Судьба фон Лауа несколько трагична. В возрасте 80 лет, в 1960 году, он, когда ехал на машине за рулем на работу, в лабораторию, сбил мотоциклиста насмерть и сам в скорости скончался от полученных травм. В этом же 1915 году была вручена Нобелевская премия отцу и сыну Брегам за работы по дифракции рентгеновских лучей, но они поняли, как расшифровать вот эти дифрактограммы. Интересная история тоже с этим связана. Основную часть работы делал сын Брега, Уильям Лоренс Брег, который был в это время студентом Кембриджского университета, и, так сказать, а вот в этот период, как раз в 1915 году, он был на фронте, поскольку был призван в армию. И знакомство, тоже интересная история, Уильяма Брега с рентгеновскими лучами произошло, когда ему было 5 лет. Это было как раз в возрасте, это было как раз в тот год, когда рентген открыл рентгеновские лучи. И, катаясь на велосипеде, Уильям сломал руку. И вот отец, Уильям Генри Брег, уже зная об открытии рентгеновских лучей, использовал их для диагностирования перелома. Это был первый задокументированный случай использования рентгеновских лучей в медицине. Вот, можно сказать, Уильям Лоренц Брег, он, так сказать, с детства был знаком с рентгеновскими лучами. Потом он сыграл важную роль для использования рентгеновских лучей в биологии. Он номинировал на Нобелевскую премию Водсона и Крика за, так сказать, работы по рентгеноструктурному анализу ДНК. Он помог Максу Перуцу создать лабораторию, в которой, так сказать, были проведены первые работы по рентгеноструктурному анализу глобулярных белков. Вообще, младший Брег увлекался биологией, и он очень любил разводить растения. И даже, вот известно, что, будучи Нобелевским лауреатом, известным ученым, он в Лондоне подрабатывал садовником. Вот, его с удивлением как-то один из его коллег в садовнике узнал известного Нобелевского лауреата. Говоря об работах Брега, нельзя обойти и работы Георгия Викторовича Вульфа. Это известный российский кристаллограф. Фактически, вот это, так сказать, условие, которое дифракции, которое позволяет расшифровывать дифракционные картины, было получено Вульфом в том же году, что и, так сказать, работы Брега. И это условие называется условием Брега Вульфа. Ну, вот, Вульф Нобелевскую премию не получил. Причины, так сказать, могут быть разные, но Вульф в те годы работал в частном университете в Москве. Это был очень известный и богатый частный университет, куда он перешел вместе со многими профессорами Московского университета. Он был преподавателем Московского университета в знак протеста против политики тогдашнего министра просвещения. Говоря об истории становления рентгенно-структурного анализа, нельзя обойти гениальные работы другого русского ученого Евграфа Степановича Федорова. У него очень интересная судьба, о которой сейчас нет возможности рассказывать. Но вот, будучи профессором сельскохозяйственного института, сейчас от Тимирязевской академии, он занимался математическими изысканиями для классификации пространственных форм кристаллов. Еще не было никаких данных в те годы об атомной структуре кристаллов. До открытия рентгена оставалось пять лет. Но основываясь только на анализе пространственной симметрии кристаллов, он установил, что имеются только 230 возможных типов кристаллических структур, так называемые 230 пространственных групп Федорова. Интересно, что свою рукопись Федоров послал известному немецкому кристаллографу Шенфлису, и тот столь благосклонно отнесся к работе русского профессора, что прислал рукопись обратно со своими некоторыми правками и в дальнейшем популяризировал его работы. Вклад идей Федорова в дальнейшее развитие рентгеноструктурного анализа столь велик, что здание Института Европейского Рентгеновского Лазерного Центра в Гамбурге находится на Евграфа Федоров Штрассе. Одним из первых, кто воспользовался методами рентгеноструктурного анализа для установления пространственной структуры белков в различных функциональных состояниях, был Макс Перотс, за что он получил Нобелевскую премию в 1962 году совместно с Кендрием. Он установил, что молекулы гемоглобина меняет структуру при присоединении молекул кислорода. Гемоглобин это четырехдоменный белок. При присоединении к кислороду каждому из гемов происходит поворот субъединицы примерно на 10 градусов, что изменяет сродство к последующей молекуле кислорода. Этим объясняется известный эффект Бора, по влиянию на сродство к кислороду гемоглобина по мере его насыщения. Кстати, это тот самый Бор, известный физиолог и отец Нильса Бора, одного из основателей квантовой теории. Все в мире и в науке взаимосвязано. Перейдем постепенно от истории к более современным делам. Источники рентгеновского излучения за 125 лет прошли большой путь. Здесь мы с вами видим в логарифмической шкале как росли мощности используемых источников рентгеновского излучения. Мы видим, что до 60-х годов прошлого века источниками были обычные рентгеновские трубки. Это были источники с очень низкой интенсивностью. Начиная с 70-х годов начинается строительство более мощных источников на основе синхротронов. Физический принцип здесь относительно простой. Пучок электронов разгоняется в кольцевом магнитном поле и, двигаясь ускоренно, начинает излучать по законам электродинамики. На первых синхротронах это излучение было побочным эффектом. Мы их строили совсем для других целей. Сейчас синхротроны третьего поколения строятся специально для структурных исследований. Наиболее доступными для нас являются синхротрон в Гренобле и синхротрон в Гамбурге. Мы видим, что за счет синхротронного эффекта яркость источников рентгеновского излучения поднялась на 15 порядков. И для данного типа машин это практически физический предел. Однако многие исследования, которые задумывались, требовали существенно более ярких источников рентгеновского излучения. Такими источниками стали рентгеновские лазеры на свободных электронах. Здесь удалось поднять яркость источника или интенсивности рентгеновского излучения еще на 10 порядков. Современный рентгеновский лазер на свободных электронах в Гамбурге имеет интенсивность рентгеновского пучка порядка 10 в ватт на квадратный сантиметр. Такая интенсивность получается за счет того, что вся энергия вспышки приходится на очень короткий интервал времени порядка 10 фемтсекунд, то есть 10 в минус 14 секунды. Чтобы понять эту интенсивность можно посчитать, что если бы вспышка продолжалась одну секунду, и площадь пучка была бы один квадратный сантиметр, то энергии в 10 в 23 джоуля хватило бы, чтобы вскипятить всю воду в озере Байкал. На самом деле, так как вспышка длится всего 10 фемтсекунд, и площадь пучка составляет порядка одного квадратного микрона, то энергия вспышки не так велика и составляет всего один джоуль. Но эти вспышки идут с большой частотой, в Гамбурге это примерно 20 тысяч вспышек в секунду. На строящемся в Шанхае рентгеновском лазере заявлена частота вспышек 1 миллион раз в секунду. Однако для эффектов взаимодействия рентгеновского излучения с молекулами важна именно мощность или интенсивность лазерного излучения, так как именно эта величина связана с напряженностью электрического поля в электромагнитной волне. Столь большие яркости рентгеновского излучения дают новые возможности для эксперимента. И вот когда рентгеновские лазеры стали строить и стали проводить на них эксперименты, появились такие статьи The Big Guns, это по-моему статья в Nature, которые рассказывали о тех фантастических возможностях, которые появляются при таких фантастических яркостях рентгеновского излучения для различного рода экспериментов. Поскольку эти возможности очень ценные, то в мире стали строить рентгеновские лазеры. Эта история относительно новая, это очень большие дорогие машины, которые занимаются земельные участки, большой площади. Первый рентгеновский лазер был построен в Стэнфорде ЛСЛС. Затем был построен лазер в Японии Сакла. Вступил в строй лазер в Южной Корее. Вступил в строй в лазер в Швейцарии. И вот самый, так сказать, близкий нам для нас и доступный рентгеновский лазер в Гамбурге вступил в строй в 2017 году. Ну, лазер устроен неким, так сказать, специальным образом. В синхротроне вот здесь это гамбургский синхротрон, Дези, здесь разгоняется электронный пучок, который впрыскивается в туннель. Это как метро, такие два туннеля длиной четыре с половиной километра. Пучок электронов идет в трубе. Рядом с ней находятся сверхпроводящие магниты, которые отклоняют этот пучок по синусоиде за счет того, что электроны движутся ускоренно, они начинают излучать. Скорости движения электронов очень большие, релятивистские, здесь есть целый ряд релятивистских эффектов, и в результате генерируются вот эти мощные вспышки рентгеновского излучения. Длина волны этого рентгеновского излучения может перестраиваться от пол-ангстрема до 50-ти ангстрем. Вот здесь видно с высоты птичьего полета, как значит, вот здесь находится источник электронов, это синхротрон, и дальше вот видите, идут туннели под вот этой территорией, и заканчиваются они вот здесь на рабочих станциях в здании так сказать Эксфеля, европейского Эксфеля. Ну, а сверху очень такая благостная картина, здесь вот джентльмены играют в поло на лошадях, такой очень, так сказать, фешенебельный район. И вот, собственно говоря, это вот то здание, мы уже видели этот слайд, где находятся, так сказать, рабочие станции этого европейского рентгеновского лазера на свободных электронах. Пучок приходит по такой вот трубе, которую мы видели, сюда, в нижний этаж этого здания. Вот здесь находятся рабочие станции. Вот здесь мы видим одну из рабочих станций, на которой проводятся эксперименты по рассеянию на единичных частицах и работы по фемтосекундной кристаллографии. Здесь, собственно говоря, детектор, который детектирует рассеянные кванты. Вот, так сказать, справа находится образец, еще правее пучок приходит рентгеновского излучения, дальше основная часть пучка проходит в гаситель. Все это находится отделено от рабочего помещения свинцовыми такими стенами, толстой дверью освинцованной, которая при проведении эксперимента плотно закрывается. А вот, собственно говоря, как проходит эксперимент. Вот можно видеть, это эксперимент по изучению структуры вирусов с использованием рентгеновского лазера. Что важно знать и понимать, особенности, какие эксперименты на рентгеновских лазерах. Поскольку яркость пучка чрезвычайно большая, 10 в третий ватт на квадратный сантиметр, напряженность электрического поля в этой электромагнитной волне колоссальная, то когда встречается рентгеновский квант с молекулой, то электроны, рассеяние и взаимодействие происходит, прежде всего, рентгеновского излучения с электронами молекулы, то эти электроны начинают просто сдувать с молекулы. а дальше, так сказать, остаются ядра без электронов и происходит то, что называется кулоновский взрыв. Но за тот момент, а электроны у нас ведь не могут двигаться быстрее скорость света, поэтому, значит, у нас есть некая задержка во времени, когда, так сказать, электронная структура не успела измениться, и этого времени хватает, чтобы накопить картинку рассеяния. В результате получается практически такая мгновенная фотография структуры, так сказать, мгновенная фотография молекулярной структуры. Ну, вот здесь приведена дифракционная картина, одна из первых дифракционных картин, которая была получена на микрокристаллах фотосистемы 1, и вот, так сказать, по вот этой дифракции вот была восстановлена пространственная структура этого белка. Теперь несколько, так сказать, дальше комментариев по поводу того, того, как весь этот процесс устроен. Ну, мы с вами, так сказать, должны понимать, что дифракционные эксперименты, в дифракционных экспериментах у нас что происходит? у нас волна встречается с рассеивающими элементами, и каждый из этих рассеивающих элементов становится источником вторичных волн. Эти вторичные волны интерферируют, и вот эту интерфериционную или дифракционную картину регистрирует детектор. А в случае, если у нас рентгеноструктурный анализ, рассеяние у нас происходит на электронной плотности, вот это роэлектронная плотность, и вот каждая точка этой электронной плотности генерирует вот эту вторичную волну. Ну, замечу, кстати, что вот если у нас, скажем, как в электронной микроскопии происходит дифракция электронов, то дифракция электронов происходит на неоднородностях электрического потенциала. В случае нейтронографии у нас, так сказать, в качестве роу выступает плотность ядер. Так вот, значит, К это некое, как говорят, ядро этого интегрального преобразования, которое зависит от условий эксперимента, какой-то импульсный эксперимент, какой фронт волны и так далее. Но в простейшем случае это кап роста единицы. Большая проблема заключается в том, что мы наблюдаем не саму вот эту амплитуду рассеянной волны, а наблюдаем, собственно говоря, детектор нам детектирует энергию или кванты, которые попадают в, так сказать, пиксели этого детектора. То есть мы детектируем квадрат модуля вот этой амплитуды, усредненный по пикселям. Усредненный по пикселю. Если бы мы с вами знали бы точно вот эту амплитуду электромагнитной волны, то мы всегда могли бы с помощью обратного преобразования Фурье определить вот эту электронную плотность. Но поскольку мы этого не знаем, то задача восстановления электронной плотности по вот этой зависимости усредненных квадратов амплитуд она становится не однозначной и ее решение требует достаточно серьезных разработки достаточно серьезных математических методов. Это так называемый класс некорректных задач, который так сказать ввел в обиход математики выдающийся советский математик Тихонов. И вот значит собственно говоря вам не нужно так сказать решать все эти математические проблемы по счастью. Если вы занимаетесь интерпретацией эксперимента за вас это делают уже созданные достаточно мощные программы но вы всегда должны понимать что когда вы пользуетесь чужими программами вы можете пропустить что-то важное. Сам эксперимент зависит от способа доставки образца вот в этот рентгеновский пучок. Но обычно или часто это делается с помощью такого типа пульверизатора когда микрокапли выбрасывается из кончика вот этого дозатора с помощью давления либо с помощью электроспрея. Вот здесь приведена у нас такая типичная дифракционная картинка которую мы можем так сказать получить с использованием детектора. Вы видите что есть зоны неразрешенные зоны они связаны именно с устройством с конкретным устройством детектора. Поскольку у нас с вами мы получаем мгновенную фотографию объекта то рентгеновский лазер позволяет изучать не только структуру но и структурную динамику. дело в том что если мы с вами как-то синхронизируем вспышки рентгеновского лазера с изменением функционального состояния молекулы то мы с вами так сказать меняя вот эту временную задержку сможем получать информацию о том как структура меняется во времени. одним из очень удобных объектов для исследования являются фотобелки вот в данном случае это бактериородопсин и здесь мы меняем функциональное состояние за счет возбуждения бактериородопсина фемтосекундной вспышкой лазера оптического лазера воздействия которого вот определенным образом во времени синхронизировано со вспышками рентгеновского лазера значит здесь мы получаем так сказать картинку как изменяется во времени электронная плотность и уже основываясь на изменении электронной плотности делаем выводы о том как изменяются положения атомов вот здесь мы с вами видим как меняется после так сказать фотовозбуждения структура участка бактериородопсина примыкающего к ретиналю вот на временах так сказать от очень коротких до вот видите порядка практически двух миллисекунд миллисекунд это конечно совершенно уникальная возможность которая делает рентгеновские лазеры очень важным инструментом и обещает нам много открытий в области так сказать механизмов биологических процессов биологически значимых процессов теперь я хочу сказать несколько слов о серьезных проблемах обработки вот тех экспериментальных данных которые получаются на рентгеновских лазерах вот я уже сказал что такая яркость огромная яркость вспышки позволяет нам изучать не только кристаллические объекты как в обычном рентгеноструктурном анализе но и проводить эксперименты над единичными частицами это называется так сказать режим single particle и в этом случае нет бреговской дифракции которая очень сильно помогает в расшифровке так сказать картины дифракции и получение пространственной структуры объекта по дифракции на кристалле как вы знаете многие белки не кристаллизуются или значит очень плохо кристаллизуются и в этом смысле вот эта возможность работы в режиме single particle представляется очень интересной но здесь есть очень существенная проблема как нам расшифровать эту картину рассеяния и вот здесь на помощь приходят методы современные методы информатики те методы которые используются для распознавания изображений ну фактически дифракционная картина это некое изображение и когда меняется структура объекта меняется эта дифракционная картина меняется изображение наш глаз фактически так сказать работает таким же способом он так сказать видит некое изображение и в памяти у нас есть те так сказать образы которыми мы эти изображения привязываем то есть наша так сказать память наша система анализа изображений должна быть обучена и так сказать этим мы занимаемся всю жизнь вот этот такой тезис значит очень интересно обыгран на картине известного канадского художника Роба Гонсалвеса вот здесь вы видите картину и вам кажется что это облака но на самом деле если мы посмотрим более внимательно то мы увидим что это плывут фрегаты поэтому когда мы будем использовать вот эти нейросетевые или когнитивные технологии для анализа дифракционных картин от нерегулярных объектов нам нам очень важна вот эта полнота будет обучение как говорят тех нейронных сетей которые будут распознавать эти изображения вот я вам приведу просто пример вот тот же бактерий родопсин значит вот мономер мономер в мембране и тример в мембране вот вы видите от них дифракционные картины ну картины дифракции здесь нет бреговской дифракции мы с вами глядя на эти картины естественно ничего сказать не можем но если мы обучим нейронную сеть так сказать распознавать вот эти картины дифракции от разных вариантов этих структур вот здесь приведены те варианты структуры бактериородопсина которые происходят в результате конформационных изменений после фотовозбуждения то мы с вами вот смотрим на эти картины и не можем понять чем одно отличается от другого но вот обученная нейронная сеть она очень точно так сказать нам с вами практически со стопроцентной вероятностью классифицирует эти картины и говорит какая картина к чему относится то есть когда нейронной сети предъявляется экспериментальная картинка она в принципе способна распознать к какой пространственной структуре данная дифракционная картина относится я говорил вот о я говорил о экспериментах в режиме сингл патокол значит сейчас основными экспериментами в режиме сингл патокол являются эксперименты по изучению структуры вирусов ну тому есть целый ряд причин вирусы достаточно большие интенсивность рассеяния на них вполне приличная позволяет детектировать эти картины дифракции изучение вирусов с помощью рентгеновских лазеров интересно еще и тем что поскольку размер этих вирусов таков что электронному пучку в просвечивающем электронном микроскопе часто так сказать трудно пробиться через этот образец а для рентгеновских лучей они прозрачны поэтому так сказать дифракционные картины от вирусов дифракционные картины которые получаются в рентгеновских лазерах они так сказать могут нести весьма существенную информацию об их внутреннем устройстве на самом деле мы не так много знаем о деталях внутреннего устройства вирусов ну вот здесь например приведены так сказать структуры картины дифракции вируса энцефалита так сказать вот там где я показывал фильм с экспериментом как раз был эксперимент по так сказать рассеянию рентгеновского лазерного излучения на вирусах энцефалита и мы например не знаем даже как там уложен генетический материал в этих вирусах а это в принципе важно для так сказать и с точки зрения фундаментальной науки и с точки зрения так сказать разработки каких-то препаратов и вот сейчас ну вирусная тематика как вы знаете тоже так сказать вызывает большой интерес и вот это одно из таких направлений для так сказать экспериментов в режиме единичных частиц на рентгеновских лазерах представляет большой интерес но я хочу сказать что вот все вот эти работы они находятся только в самом начале и они очень ждут заинтересованных российских исследователей европейцы американцы очень активно интенсивно этим занимаются Россия внесла очень крупный вклад например строительство рентгеновского лазера в Гамбурге это очень крупный финансовый вклад и как говорится нам грех не использовать этот лазер для развития нашей отечественной структурной биологии вот этим призывом я так сказать хочу закончить свою лекцию и рад буду ответить на ваши вопросы спасибо за внимание спасибо